Приветствую вас! Задумывались ли вы над тем, кто сидит на этих вот ресурсах, цитапе, которых вы приводите? Задумывались ли вы над тем, какие это люди? Что они там делают, что заставило их прийти на эти ресурсы, на эти сайты и так далее? Задумывались ли вы над тем, во-первых, кому они отвечают? То есть вы какой вопрос задаете? Вы что, просто спрашиваете их, вот мне 30 лет и я... Могу ли я найти мужчину? Конечно, вам скажут, что в 30 лет это все, вы уже старая. Потому что мужчины, да и люди вообще, они всегда будут над вами издеваться, если вы будете задавать такие провокационные вопросы. Вам не вопросы нужно задавать, а заниматься своей деятельностью, заниматься своей жизнью. Вам нужно работать, вам нужно хобби продвигать, увлечения продвигать, с людьми новыми знакомиться, кругозор расширять, может быть учиться пойти куда-нибудь, а не на сайтах сидеть. Далее. Эти мужчины, которые сидят на этих сайтах, не являются, простите, психологами и не являются, простите, специалистами в своей области, в области психологии. И говоря о том, кому верить, вы сравниваете дилетантов с людьми, которые ничего не понимают, с людьми, которые обладают определенными предрассудками, определенными стереотипами мышления, плюс ко всему не отличаются интеллектом, и плюс ко всему находятся в специфичной, определенной среде коммуникации, это интернет, это не жизнь, в жизни вам вряд ли бы кто-то сказал так. Вот раз сравниваете людей со специалистами, которые получали образование, у которых есть опыт. Ну, мне кажется, как минимум, это неравноценное сравнение. Это все равно, что если вы спросите, например, донтиста, о том, можно ли вылечить зуб, и обычного человека, не донтиста, как вылечить зуб. То есть, на мой взгляд, вопрос совершенно некорректный и, в сравнении, совершенно необоснованным. Нельзя сравнивать специалистов в определенной области и людей, которые говорят что-то из этой же области, не обладая при этом ни знаниями, ни интеллектуальным, ни интеллектом, эмоциональным, ни необходимого опыта и так далее. Если для вас мнение тех людей важнее, непонятно, что вы тогда спрашиваете у нас. Если для вас мнение нас, а наше мнение для вас важнее, непонятно, зачем вы обращаете внимание на тех людей, и зачем вы вообще задаете им эти вопросы такого рода. Вы для начала определите сам, чего вы для себя хотите. И для того, кто хочет, нет пределов, нет границ, нет препятствий. Тот, кто не хочет, для того, любое препятствие есть, ограничение, любое препятствие есть, проблема. Определите, пожалуйста, то, чего вы хотите. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.